Рассмотрим систему координат, и график y равняется 1 деленной на x. Это гипербола. Когда x большое, то 1 деленная на x это очень маленькое число. Когда x почти 0, то 1 деленная на x это очень большая. И кроме вот такого графика рассмотрим симметричный график y равняется минус 1 деленная на x. Ну то есть на самом деле график у нас будет такой. Модуль x и y равен просто-напросто 1. Зададим себе вопрос. Существует ли квадрат, у которого вершины и середины сторон лежат на вот этой вот лине? Я попытаюсь сейчас примерно нарисовать, как бы он мог выглядеть. А потом мы обсудим вообще существует он или нет. Ну как бы мог бы такой квадрат выглядеть? Представьте себе, у него где-то есть вершина, дальше есть середина, да? И что еще дальше? Как вы считаете? Куда дальше рисовать? Вверх. Вот так мы пошли, вот так вот. И наверное сюда, да? Хорошо. Потом пошли сюда и потом пошли сюда. Опять середина стороны попала. Потом пошли сюда и пошли сюда. Опять середина стороны попала. Так. Что? Это какая-то беда, потому что у меня, понимаете, две вершины оказались вот здесь. И середина не попала. Перерисовать это я всегда готов. А как? Можно ли в принципе придумать такую точку, чтобы все-таки было так? Ну хорошо. А давайте тогда вот здесь у меня вроде было хорошее место чертежа. А давайте может быть я отсюда начну. Вот у меня точка, точка и здесь точка. Дальше я возьму вот здесь вот так. Стало вроде бы лучше. Так. Теперь пошел отсюда через вот эту точку сюда. Нормально. Он у меня получился косой. Но в этот раз скорее похоже, что такое существует, да? Похоже, что такое существует. Давайте сейчас выбишем просто-напросто формулу и посмотрим, существует он или нет. Давайте вот эту точку обозначим. А единица деленная на А. Конечно, при любом А, отлично в актуляре, такая точка будет лежать на графике. Теперь повернем ее на 90 градусов. Ну давайте поймем. Когда у нас есть система координат, поворот на 90 градусов выглядит очень просто. Вот если здесь была точка с координатами x, y, x это вот это стоит вот здесь, то здесь будет минус y, x. Потому что y, вот этот отрезок, будет как раз минусом сюда пошел. Значит, надо поменять местами эти два выражения и при этом написать еще минус. Минус единица деленная на А, а теперь еще раз поворачиваем на 90 градусов. Для этого надо опять поменять местами и перед первым написать минус. Минус А, минус одна АТ. Это понятно, почему это симметрия, поэтому здесь минус. Замечательно. И еще раз поворачиваем. Получается, вот что нужно поменять местами, минус заменит на фрус. Это будет единица деленная на А и минус на А. Да, действительно, противоположная, отлично. Вот я нашел такие точки. Разумеется, при любом А они все лежат на этих кривых, все замечательно. Теперь давайте подумаем, что это такое. Это середина. Середина, значит, мы должны сложить А в ци с ци. Это будет А минус одна АТ пополам. И мы должны сложить координаты А плюс одна АТ пополам. Вот. Ну, понятно, что дальше будет то же самое. То есть здесь будет минус А минус одна АТ пополам. А минус одна АТ. Здесь, мне это скучно, но давайте уже напишем. А плюс одна АТ минус А минус одна АТ. И, наконец, вот здесь А плюс одна АТ пополам. Е одна АТ минус А пополам. Как записать, что эти четыре точки лежат на две? Очень просто. Мы должны, собственно говоря, перемножить вот эти две величины. А минус одна АТ умножить на А плюс одна АТ было пополам и пополам и должно было равняться единице. Значит, на самом деле должно равняться четырех. Давайте подумаем про остальные уравнения. Вот здесь у нас обе координаты отличаются по знаку. Значит, произведение будет таким же. Поэтому вот это уравнение можно не писать, если мы уже написали это. Здесь. А здесь то же самое. Смотрите. Минус А минус одна АТ. А минус одна АТ. Как раз соответствует этому с учетом того, что здесь знак не плюс единица, а минус единица. То есть фактически уравнение одно. Не проблема его решить. Это же известная школьная формула. А квадрат минус единица делаем на А квадрат это четыре. Значит, умножаем. Получается А в четвертой степени минус четыре А квадрат минус один это ноль. И значит А в квадрате по формуле решения квадратного уравнения это четыре плюс-минус корень из шестнадцать плюс четыре разделить на два. Так, что же такое у нас получается? Это два плюс-минус корень из пяти. Правильно? Правильно. Теперь вопрос. Почему два плюс-минус корень из пяти? А в квадрате это два плюс корень из пяти. Когда корень из пяти больше двух, минус писать нельзя. Таким образом, мы нашли величину А. А это корень из числа два плюс корень из пяти. Таким образом, квадрат действительно существует. И вот такую картинку можно нарисовать не криво, как у меня, а по-настоящему. Ну, у этого простого совершенно сюжетика есть такое продолжение. Мы можем полученный квадрат превратить в решетку. Рассказываю. Вот если вы здесь так вот проведете, то у квадрата средней линии на самом деле это будут четыре квадрата. И всегда, когда у вас есть на плоскости квадрат, ну или как в нашем случае, квадрат разделенный на четыре квадрата, можно сделать очень просто. Продлить стороны до бесконечности. И всю плоскость этими самыми квадратиками покрыть. Так вот, оказывается, если вы это на самом деле сделаете, и каким-нибудь одним цветом нарисуете вершины всех этих квадратов, то будет верно такое замечательное утверждение. Оказывается, внутрь вот этой вот области не попадет ни одна точка, кроме начала координат. А на границе, то есть на линии, заданной уравнением модуль xy равен единице, будет бесконечно много этих точек. Более того, это будут не просто какие-то случайные точки, а это будут точки, имеющие отношение к числам Фибоначчи. Давайте сейчас я это докажу. Доказать это, на самом деле, довольно просто. Но перед тем, как я это докажу, я все-таки скажу еще одну штуку. Что, смотрите, господа, если я нашел величину А, то, между прочим, я могу найти длину диагонали вот этого ответа. Я хочу найти площадь этого квадрата. Просто-напросто хочу найти площадь. Мне просто интересно, какая она будет. Для того, чтобы найти площадь, ну, скажем, вот так, вот этого маленького квадратика, нужно сделать простую вещь. Нужно квадрат диагонали разделить на 2. Согласны? Ну, понятно, почему. Потому что квадрат диагонали в 2 раза больше, чем квадрат стороны. А площадь квадрата как раз и квадрат стороны. А что такое квадрат диагонали? Это А в квадрате плюс единица, деленная на А в квадрате. Значит, если я найду вот такую величину, А в квадрате плюс единица, деленная на А в квадрате, и разделю это на 2, то в таком случае я найду площадь вот этого маленького квадрата. Отлично. Ну, можно просто вот так вот сделать. Да, давайте сделаем. Будет 2 плюс корень из 5, плюс единица, деленная на 2 плюс корень из 5. И все это пополам. Так, давайте, наверное, умножим на числитель и знаменатель здесь на корень из 5 минус 2. Здесь напишу корень из 5 минус 2, и здесь тоже корень из 5 минус 2. Понятно, зачем? Чтобы здесь в знаменателе можно было воспользоваться формулой разность квадратов. В знаменателе тогда с ним будет единица, а здесь двойка двойка уничтожится, останется 2 корня из 5, и пополам это будет просто-напросто корень из 5. Оказывается, это не просто квадратик, а это квадрат, площадь которого равна корню из 5. Так, равна и равна. Теперь идея. А теперь идея, как я могу поступить с этой картинкой. Если у меня есть кривая xy равна 1, то от того, что я все абсциссы умножу на 10, а все ординаты разделю на 10, ничего не произойдет. Вот смотрите, уравнение xy равно 1 равносильно уравнению 10x умножить на y в десятых равно 1. Поэтому сжатие вдоль одной оси в сколько-то раз, не растяжение в сколько-то раз вдоль другой оси как-то переводит гиперболу саму в себя, но при этом вот точки на гиперболе переходят в точки на той же самой гиперболе. И при этом квадратная решетка перестает быть квадратной. Она превращается на самом деле в какой-то полилограмм. Был квадрат, представьте себе, мы по оси x-ов, скажем, 10 раз растянули, а по оси y в 10 раз сжали. Тогда здесь полилограмм стоит такой вытянутый. И мы получаем, что, оказывается, существует не только решетка из квадратиков, но и из параллелограммов. Вот сейчас я забуду про этот самый квадрат. Нарисую заново чертеж. И мы посмотрим, что называется, что с этим делать. Для того, чтобы нарисовать заново чертеж, смотрите, что я сделаю. Я начало координат, конечно, нарисую. Я нарисую вот эту точку, вот эту и вот эту. Это будет параллелограмм, у которого две вершины лежат на кривой xy равно 1, и одна вершина лежит на кривой xy равняется минус 1. Если угодно, я точно так же мог бы начать вот с этого килограммчика. Я мог бы начать вот с этого. Любой из этих четырех мне вполне бы годился, было бы ровно то же самое. Но давайте я начну вот так, как сказал. Рисую новый чертеж. Теперь нужно более-менее реалистично нарисовать такой параллелограмм. Смотрите, как это делается. Я должен взять какую-то точку, вот эту, например, такую, какую-то точку здесь, и после этого подобрать вот как-то так точку, чтобы вот такой отрезок дал бы мне ровно. Не знаю, вроде бы более-менее получилось. Вот эти четыре точки походят на вот эти четыре согласия. Вот эту точку обозначим B1Bt. Вот эта точка будет C-1Cd. Понятно, почему, да? Потому что произведение здесь равно минус не делается. А вот это сумма векторов. Что значит сумма векторов? Значит, B плюс C и 1Bt минус 1C. Отлично. Просто по форме записи эта точка лежит на кривой кси и рекордами. Это лежит на кривой кси и рекордами минус. А вот эта точка, чтобы и лежала, должна удовлетворять в равнении. Очень понятно, очень понятно уравнение. B плюс C умножить на 1Bt минус 1Cd равняется минус 1. Нет, 1C плюс 1. Равняется 1. Отлично. Давайте, собственно говоря, приведем к общему знаменателю и посмотрим, что у нас будет. Если раскрывать скобки B умножить на 2B, это будет 1. 1 плюс C разделить на B. Дальше минус B разделить на C. Дальше пойдет минус 1. Это все должно равняться 1. Отлично. По-другому это записывается так, что C разделить на B минус B разделить на C равняется 1. Ну, согласитесь, это очень простое уравнение и, соответственно, можно даже привести к общему знаменателю. Вот, какое условие должно выполняться на числа B и C, чтобы вот эта вот точка лежала бы на кривой на X и Y равно 1. Мы, вот, когда говорили про квадрат, уже поняли, что решение у этого уравнения есть. То есть, квадрат существует. То есть, на самом деле, более того, даже можно при желании найти, собственно говоря, эту величину. Давайте уж это сделаем. Если C разделить на B обозначить какую-нибудь величину лямбда, то мы получаем такое уравнение. Лямбда минус 1 разделить на лямбда равняется 1. Другими словами, лямбда квадрат минус лямбда минус 1 – это 0. То есть, лямбда – это 1 плюс-минус корень из пяти пополам. Лямбда – это то ли 1 плюс корень из пяти пополам, такое золотое сечение, то ли с минусом. Значит, такие параллелограммы существуют. Очень легко найти площадь такого параллелограмма. Ну, для тех из вас, кто хоть что-нибудь слышал о программах на плоскости, это просто стандартная формула. Для остальных давайте я на всякий случай не расскажу, потому что это просто само по себе интересный и полезный знак. Вот, ребята, представьте себе, что у вас на плоскости заданы два вектора. Один вектор с координатами альфа-бета, а другой вектор с координатами гамма-модель. Тогда сумма этих векторов имеет координаты альфа-плюс-гамма, бета-плюс-бета. Давайте спросим себя, как найти площадь вот этих фигур. Ну, на самом деле, все просто. Давайте пусть временно альфа-бэсэгамма и дельта положительные числа, причем картинка вот именно такая. Тогда достаточно взять просто такой вот прямоугольник, и из этого прямоугольника, кто мы читаем? Пишем альфа-плюс-гамма умножить на бета-плюс-дельта. Это площадь всего прямоугольника. Теперь мы читаем. Вот такой треугольник мы читаем. Это будет альфа-бета пополам. Вот такой вот треугольник мы читаем. Это будет гамма-дельта пополам. Теперь трапеция. Вот здесь расстояние равно гамма, это высота трапеции. А сумма оснований, это будет вот этот вот отрезок, то есть бета, и вот этот вот отрезок, бета-плюс-дельта. Площадь трапеции – это половина предметов высоты на сумму оснований. И с этой трапеции. То есть здесь надо смотреть по оси Y, то есть будет бета, а основания будут такие – гамма и альфа-плюс-гамма. Гамма и альфа-плюс-гамма. Выражение, конечно, длинное, Но, с другой стороны, не такое уж и страшно. Давайте, собственно, вынесем одну-вторую за скобку. 2 альфа-бета плюс 2 альфа-бета плюс 2 гамма-бета плюс 2 гамма-дельта Минус альфа-бета минус гамма-дельта минус 2 гамма-бета минус 2 бета-гамма минус альфа-бета. Теперь альфа-бета, альфа-бета с минусами 2, альфа-бета. Теперь у меня есть гамма-дельта, и вот здесь гамма-дельта с минусом, гамма-дельта, гамма-дельта, гамма-дельта. Тоже ушли. Есть 2 гамма-бета и 2 гамма-бета. Осталось 2 альфа-дельта и 2 бета-гамма. С двойкой сократилось, и мы получили вот этот замечательный ответ. Альфа-дельта минус бета-гамма. По определению, это есть определитель вот этой матрицы. Альфа-бета-гамма-дельта. И можно доказать, что эта формула верна всегда с точностью до знака. То есть, на самом деле, она дает не просто площадь, а ориентированную площадь. Если направление обращения от первого вектора ко второму против часовой стрелки, то получается площадь с плюсом. Если направление вращения противоположное, то получается площадь с минусом. Теперь давайте вернемся к нашей задаче и возьмем наши два вектора. А именно, вектор С-1С и вектор В1БТ. И посмотрим, чему же равен этот определитель. Если бы был минус, то была бы единица. А если плюс, то непонятно что. Вот теперь у нас получилась такая задача. Мы знаем, что разность числа и обратного к нему равна единице. Требуется найти сумму. Если у нас есть такое возравенство. Лямбда минус единица делить на лямбда равно единице. Требуется узнать, чему равняется лямбда плюс единица делить на лямбда. Ну, один способ. Поскольку мы лямбду уже вычислили, то просто-напросто подставить посчитать. Это действительно совсем легко сделать. И у нас, честное слово, все получится, да? Другой способ такой. Подумать, что бывает, когда здесь разойдешь в квадрат. Получится лямбда квадрат минус 2 плюс единица делить на лямбда квадрат. А здесь получится лямбда квадрат плюс 2 плюс единица делить на лямбда квадрат. Так вот, если здесь была единица, то когда мы минус 2 заменили на плюс 2, то это, соответственно, будет 1 плюс 4, это будет 5. Значит, получилось, что площадь равна 5. Правда, не площадь равна 5, а в квадрате. То есть, вот эта вот величина, возведенная в квадрат, равна 5. И значит, площадь корень из 5. Если вы работали с квадратом, то там получался тоже ответ в корень из 5. Теперь я обещал, что не ограничу этим параллелограммчиком, а расскажу, что бывает, когда из этого параллелограмма мы сделали бесконечную решетку. Вот смотрите, когда есть любой параллелограмм, то можно провести вот так вот параллельные прямые, отложить этот параллелограмм один и тот же бесконечно много раз. И в другом направлении то же самое, отложить бесконечно много раз. И вся плоскость будет покрыта параллелограммом. Нас интересуют не линии, а нас интересуют только вот эти вот точки. Давайте подумаем. Если у нас есть вот этот вот вектор, есть вот этот вектор, значит, что это за вектора. Вектор с координатами С минус одна ценная, и вектор С когда-то В одна ВТ. Давайте зададим себе вопрос, а что же это будут за точки? Очень просто. Надо некоторое целое число раз взять один вектор, и некоторое целое число раз надо взять другой вектор. И, соответственно, получим точку. Давайте эти вычисления быстренько произведем. Пусть некоторое количество х раз, где х это целое число, мы взяли вектор с координатами и пусть некоторое количество у раз, где тоже у целое число, мы взяли вектор с координатами В одна ВТ. Нас интересует, попадет или не попадет вот такая точка на линию, задаваемую вравнение модуль Х, У, район 1. Для того, чтобы это узнать, надо, во-первых, посчитать абсциссу и ординату. Это будет XC плюс YB абсцисса и минус XC плюс YB ординату. И вот произведение этих двух чисел должно равняться то ли плюс, то ли минус единица. Пишем XC плюс YB умножить на минус XC плюс YB равняется плюс минус единица. Перемножаем, получаем минус X квадрат, дальше минус XY умножить на В разделить на С. Это я минус XC на каждое из вот этих двух чисел. Теперь YB буду нажать. Плюс XY умножить на С разделить на В. и вот здесь вот плюс Y квадрат равняется плюс-минус единица. Хорошо. Теперь соображаем. С разделить на В минус В разделить на С. Как вы помните, это была единица. Значит, наше уравнение на самом деле имеет такой минус X квадрат плюс XY плюс Y квадрат равняется плюс-минус 1. Ну или другими словами, Y квадрат минус XY минус X квадрат равняется минус плюс-минус 1. Господа, если кто-то когда-то занимался уравнением Вильфельда или числом Фибоначчи, то вы знаете, что вот таком уравнении удовлетворяют как раз пары соседних числов Фибоначчи. Таким образом получилось, что бесконечно много точек нашей решетки лежат на линии. Кстати, почему на ней, я обещал в самом начале доказать, что на границе могут лежать точки, причем в бесконечном количестве, а вот в области произведения XY по внутренней меньше единицы лежит только одна единственная точка, начало градината. Да очень просто. Когда мы с вами нашли произведение, вот смотрите, здесь вот нашли произведение градината, то выяснилось, что оно задается вот такой простой формулой минус X квадрат плюс XY плюс Y квадрат. Если X и Y целые числа, то такая ветчина не может находиться между нулёй единицей. Либо это 0, и тогда легко понять, что XY обязан быть нулями, потому что у них решение целого числа. Уравнение минус X квадрат плюс XY плюс Y квадрат просто не бывает. Ну и тогда это начало кардинат. Либо это, по крайней мере, единиц, по-моему. Так, ну хорошо. Значит, вот такое отношение чисел Фибоначчи к геометрии мы выяснили. Мне очень нравится геометическая задача, потому что, понимаете, казалось бы, какая-то гибербола, а выясняется, что при изучении, при рассмотрении геометриических свойств возникает вот это замечательное уравнение минус Y квадрат минус XY с X квадрат поменяется в 8 квадрат.